Субтитры делал DimaTorzok Эти украшения тоже сделаны вручную, делают женщины, хозяйки дома, которые готовят своих девочек на выданье. Вот. И узоры, хотя они похожи где-то друг на друга, но цвета разные. Они выбирают гамму цветов, чтобы оно совпадало, чтобы было что-то описано. Описание чего-то. И носить это всем интересно. Как бы отличается тоже своим узором этим горно-бадахшанский регион Республики Таджикистан, которые считают этим своим родным украшением и носят также на праздники, на выходы, на разные мероприятия, которые происходят у них там в Силе, в районе, в городе. Вот. И под это они подбирают, у них обычно носят белое платье, сшитое со штанишками, а невесты носят красное платье со штанишками. Красный цвет именно символ любви, счастья считают. И поэтому невесты, которые уже готовы на выданье, они носят костюм красного цвета. И также, а вот тоже одно из украшений, сережи, которые изготовлены из серебра, тоже носят. Здесь камни тоже сделаны из самоцветов, где используются какая-то часть бирюзы, рубина и сапфира. Вот. Также это сливается здесь несколько этих камушек, которые подобраны под сережки с этим украшением. Самый распространенный вид из отрезов в Республике Таджикистан, это атлас, который славится своим разноцветными красками, своими узорами. Даже вот, которые представлены перед вами в костюмах, вы видите, что в них разные узоры. Есть, конечно, узоры, которые называются, которые называются узор Кремля. Это как бы вот здесь видно, что есть макушка Кремля. Как бы там идет звезда Кремля. Вот. Дальше в красной ткани это уже другое. Здесь уже цветы как бы идут покрупнее. И здесь оно называется уже по-другому. Вот здесь название идет как бы солнышко. Вот. Именно солнцеобразные фигурки, они рисуют в Солнечной Республике. Дальше вот есть атлас и адрас. У них как бы полоски цвета разноцветности одинаковые, но отличаются плотностью. Атлас тоньше, чем адрас. Адрас поплотнее. Вот. И оно цветом тоже отличается потемнее. В атласе может быть яркие цвета, а в адрасе нет. А здесь мы видим с вами комбинированный евро стиль. Вот. Как бы накид с платьем, где можно одевать на выход и на повседневку. Но атлас обычно носят как бы на торжества. Оно как бы идет праздничное платье. Как бы для разных перов, свадеб, перед гостями как бы одевать. Вот. И оно показывает лицо республики, что республика Таджикистан славится своими горами высокими, где есть окраски голубого-белого, своей водой плесной, где тоже есть окраска голубого. И вкус приятного сладкого края, что насыщенный солнцем. Эти костюмы тоже передаются из поколения в поколение. И меняется единственное стилем и пошивом по времени. Если в 18-19 века они шились как бы с длинными рукавами, а сейчас уже молодежь где-то третью носит, где-то короткими рукавами, где-то длинными рукавами. Это уже смотря кто как хочет. Или по возрасту кто-то тоже. Но невесты обычно носят с длинными рукавами, так как это обряд более сдержанный. Показывает строгость, что как бы должно все, только лицо открыто, а остальное все закрыто. И вот длинные рукава как бы закрывают части руки у невест. И также части ноги, единственное, что стопа и пальцы видны на руках. Девочку зовут Ойчша. Она тоже приехала с Таджикистана, с северного района, с Исварэн. Тоже проживает с родителями в селе Платава Репёска района. На ней платьишко, которое вышито. И называется эта вышивка чакан. Это платье чакан. Платье чакан в основном носят жители юго-восточной части Таджикистана. Здесь изображена радость, сила, цветущий край Таджикистана. Это платье вышивает также старшего возраста в основном. Для девочек, для невест. И этим отличается восточная часть республики от северной, от горного Дахшанской и центральных районов.